Жертва безгрешного Мессии не была достоянием лишь избранных мудрецов, но приблизила к Богу в особенности сломленных, отверженных грешников, иудеев и язычников. Мессия — это не какой-то жестокий генерал, жаждущий кровопролития, но кроткий спаситель, защищающий угнетенных. Он не аристократ, живущий в царском дворце, но искупитель, смиренно омывающий ноги грешников, объединяющие сокрушенные сердца. Он — Спаситель, готовый смирить себя, уподобившись падшему человеку и своей кровью осветить и очистить нас от всех наших омерзительных грехов. Поразительно, что эта благая весть обрадовала не всех. Ведь если через Мессию Бог становится доступен для всех ищущих, то религиозные лидеры рискуют потерять свою власть. Как известно, в период второго храма это были преступные и темные личности. По свидетельствам историков, раввины и священники того времени погрязли в коррупции до основания. Они смешивали веру с политикой, торговали религиозными постами и должностями, обогащались за счет обычных бедных людей, и все это прикрывали Божьим именем. Но нет ничего нового под солнцем. Уже в Ветхом Завете Бог обличает религиозных лидеров злоупотреблением властью и силой, потому что все они, от малого до большого, предались корыстолюбию. От пророка до священника все действуют лживо. Они своими нечистыми деяниями, насилием, угрозами обесчестили иудаизм. Те, кто должен был быть представителями Бога, в действительности окружили Его стеной, отдалив от Него людей. Они используют созданную ими же стимул власти, чтобы подавлять бесхитростных своих и простых последователей. Они утверждают, что только через них можно познать Бога в соответствии с их выдуманными условиями. Они обещают вам вечность со Всевышним только, если вы признаете их своими верховными правителями. Под гнетом этих людей тьма восстала против света. Продажность вытеснила праведность, зло ополчилось на добро и неоправданная ненависть, ставшая причиной распятия Мессии, также разрушила храм. Это было наказание, посланное Богом. Они, коррумпированный религиозный лидер, здравистники, считавшие себя элитой, заключили позорный политический союз с римскими идолопоклонниками. Они успешно натравили израильское общество против Божьего Мессии, над ним издевались, плевали в лицо и, в конце концов, умертвили без всякой на то его вины. Но все это не стало неожиданной помехой для плана Божьего, но, напротив, оказало усиливающий эффект во взаимодействии с небесной стратегией. Именно в этот темный период времени явления Мессии народу зажглось ярким пламенем, которое не смогли потушить нечестивые люди. Ведь Ешуа не пришел для того, чтобы просто сдаться лицемерным фарисеям, но из сильного вышло сладкое. Именно поношение и страдание по милости Божьей привели к победе над злом, когда смерть одного Мессии стала искупительной жертвой за преступления всего человечества. Это поистине шедевральная картина мудрости и величия Бога, Его любви к Своему творению. Мы взбунтовались и согрешили против Него, а Он, по Своей милости и с той смерти, причиной которой мы были, произвел новую жизнь. Поэтому сказано в Новом Завете, Бог есть любовь. Но не все смогли это вместить, и до сих пор многие так и не понимают. Нам, как сотворенным существам, трудно познать Творца и истинную любовь, которую нельзя навязать другим. Поэтому того, кто это отвергает, не будут заставлять. Он останется в погибающем безбожном мире. Но тот, чья душа жаждет вечности с Богом, благодаря Мессии, просто должен уверовать. «Кто будет пить воду, которую Я дам Ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам Ему, сделается в нем источником воды, текущей жизнью вечную». В соответствии с верой в Мессию, отдавшего свою жизнь за нас, все преступления и грехи прощаются с духовной точки зрения. Пролитая кровь очистила, омыла и открыла новую чистую страницу для всех страждущих. Там, где другие осуждают и отвергают, Яшуа Мессия ожидает, чтобы обнять, поддержать и восстановить сломленных. Праведный Мессия пролил свою кровь, чтобы все мы, духовные мертвецы, обрели жизнь. Безгрешный взял на себя проклятие, чтобы дать возможность грешникам стать праведными. Через Яшуа, еврейского Мессию, победившего смерть и воскресшего из мертвых, открылся доступ к общению с Богом. Широко открытые врата для каждого человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok